А сейчас я хочу представить свою сегодняшнюю гостью. Это Маша Машкова, актриса. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Приятно вас видеть. Спасибо огромное, что уделили нам время. Я хотела задать первый вопрос про вашу новую работу. Это спектакль «Надеждин». Если я вас верно поняла, это такая большая история, и для вас он стал чем-то вроде антивоенной терапии и большой историей обретения близких. Это как бы личный кусок истории. О чем именно вы хотели рассказать зрителям? Эта история основана на дневнике моей пра-пра-бабушки Эмилии Зеленской, которая была женой политического ссыльного из Харькова Евгения Зеленского, оппонента Владимира Ильича Ленина, который писал и действовал под псевдонимом «Надеждин». Этот дневник у меня в руках с 2015 года, и вот, собственно, с того самого года я не оставляла надежды в какой-то момент эту историю рассказать. Я не понимала, в каком виде она будет рассказана, будет ли это кино, сериал, но вот в итоге все это вылилось в моноспектакль. Я собрала, чем я невероятно горжусь, я собрала фантастическую команду во главе с нашим режиссером Егором Барановым, композитором и моим лучшим ближайшим другом Анной Друбич. У нас есть мультипликация в спектакле, на много всяких приключений, мультипликация Лизы Иршайи. Написала пьесу мой брат-драматург Арсений Фариатьев. Костюмы здесь сделала прекрасная Екатерина Кравцова. В общем, мы начали репетировать вот здесь, у меня дома. Натянули веревку бельевую, и, так сказать, собрались. Иммигранты собрались. Как я понимаю, у вас в этом спектакле очень-очень-очень много ролей. Да, я играю себя, Машу, и Милю, и Женю. Это мои прапрабабушка и прадедушка. Но это были, на самом деле, очень молодые люди. Им было 20 лет, когда они познакомились. Евгений Осипович Зеленский-Надеждин. Его затаскали по тюрьму, и он умер. Когда ему было 28 лет, он почти уже не мог передвигаться. У него был туберкулез, одно лёгкое полностью отсутствовало. Второе было сильно повреждено, и он мог передвигаться последний год уже только с помощью палок. Поэтому это такая история про молодых неравнодушных людей, которые хотели светлого будущего в своей стране. Что самое ценное и художественное, если так можно сказать, вам удалось узнать о тех самых родных, которые были давно? Ну, дело в том, что моё узнавание ещё не закончено. Сейчас я нахожусь в таком процессе, что мне присылают материалы дела на моего деда. Оказывается, им очень серьёзно занималась охранка. И сейчас у меня в руках тысячи листов того, как издевались над моим предком в тюрьме в царской России. Поэтому я сейчас нахожусь в процессе. Многие фамилии я уже знаю из дневника Мили Зеленской. И, конечно, сейчас очень интересно читать, что этот жандармский полковник Иванов, который, собственно, забрал моего прапрадеда из квартиры после обыска. Конечно, очень интересно читать, что этот жандармский полковник Иванов пишет. Вы сами вспомнили кусок тюремной. Я знаю и смотрела кусок из интервью с Катей Гордеевой, что вы встречались по этому поводу с Юлей Навальной. У вас был большой разговор, большая встреча. Расскажите немножко о ней и нашим зрителям, для них это важный человек, что вы узнали о Юле, какой она вам встретилась в этот момент. Ну, мы не по этому поводу встречались. Так получилось, что я заговорила на тему дневника, потому что в тот момент как раз началась работа над спектаклем. Встретились мы в неформальной обстановке, просто как молодые женщины. Я, Мария Певчих и Юля Навальная. Мы встречались несколько раз. Ну, я вот у Кати Гордеевой описала нашу встречу. Я даже не знаю, что добавить, кроме того, что я безгранично уважаю этих женщин. Можно ли сказать, что ваша постановка об истории семьи это в каком-то смысле компенсация, простите за этот вопрос, разрушенных отношений с отцом? Ну, конечно. Конечно, у меня было ощущение, что стена разрушена. И, конечно, Миля и Женя были мне стену построить. Ну, морально-психологически мне значительно лучше, чем было два с половиной года назад. У меня появилась сила, у меня появилась опора. Кажется, я вообще-то сильной ещё никогда не была. Сильной. И ещё во мне очень много теперь надеянны благодарности к людям, которые приходят на наш спектакль. Так его принимают и так меня поддерживают. Говорят, как им важна эта история, как она их поддерживает. Во мне очень-очень много любви. И в том числе к отцу. Вы совсем недавно говорили о своём дне рождения и обратились к родителям, сказали, что они ваши рок-звёзды. И в каком-то смысле вы обратились к отцу, как будто вы прежде к нему обращались. Как будто не было всей той публичной истории, рассказе о разногласиях, о травме, о заколдованности, расколдованности, о которой вы говорили, о Юрии Дудя. Это такая умышленная форма речи, как она вам далась? Ну, на самом деле, она действительно мне далась из-за того, что у меня теперь есть опора. Я столько всего знаю про своих предков. Я просто люблю своих родителей вне зависимости от того, есть ли они в моей жизни. Общаюсь ли я с ними или нет. Вот с мамой общаюсь в классе. С папой нет, но это мне не мешает его любить и помнить его молодым, талантливым, совершенно сумасшедшим, действительно похожим на звезду. Вы говорили в одном из интервью, что вам бы, возможно, не хватило смелости так противостоять войне, так говорить о ваших отношениях. в семье и отстраиваться в каком-то смысле от политической позиции близких. Живи вы в России. Но вам ее хватило, если я правильно понимаю, чтобы как минимум не заканчивать работы в Москве. долго ли вы принимали это решение и какие, в каком-то смысле, жертвы, какая цена вопроса была у этой истории? Пришлось ли вам за это платить, в буквальном смысле слова? Мне было тяжело, и для того, чтобы принять это решение, мне пришлось смириться с тем, что это фактически такой профессиональный суицид. Если бы мне рассказали, что после этого я вдруг начну сниматься в американских фильмах, сериалах, что мы сделаем на коленках спектакль, который, возможно, станет моей самой любимой и главной, пожалуй, актерской работой, я бы, конечно, не поверила. В тот момент мне казалось, что, ну, все, это конец. Поэтому, ну, конечно, это сложно принималось решение, но, честно говоря, у меня просто не было никаких иллюзий, что в какой-то момент начнут тебя закрывать или требовать, чтобы ты ездил на Донбасс или помогал правильным фондам. Но вот это я поняла еще в первый день. полномасштабного вторжения России в Украину. Понимали, что вы не видите себя внутри этой картинки? Ну, нет, я понимала, что мне нужно либо соглашаться на эту картинку, либо заканчивать работу. Нет, ну, то, что я, конечно, думала о том, что, может быть, мне вернуться, я маленький человек, я просто актриса сериалов, ну, вернусь, буду работать, все равно войну я не остановлю. Конечно, такие мысли у меня были, что что-то скрывать. Ну, и если бы, наверное, меня не окружало такое количество друзей, родственников, просто прекрасных людей в Украине, с которыми я была все время на связи, возможно бы, я бы вернулась. Ну, просто сложно, когда тебе звонят из бомбоубежищ твои коллеги, друзья и родственники, сложно думать о том, что как же так, я больше не буду сниматься в сериалах для канала НТВ. Впервые за три года мы увидимся с вами на Дне дождения 26 апреля в Амстердаме. Эта встреча стала возможной благодаря нашему партнеру Картине ТВ. Это крупнейший зарубежный видеосервис, который предлагает огромный выбор фильмов и сериалов из всех популярных в России онлайн-кинотеатров от Иви до Мега Го. В подписку входит более 200 телеканалов, среди которых, конечно, есть дождь. Для наших зрителей Картина ТВ дарит эксклюзивную скидку по промокоду TVRain14. Смотрите фильмы, сериалы и любимые каналы за 1 евро в первый месяц подписки. Часто говорят, что мы не знаем всех историй, которые держат людей в России. Людей искусства, людей, которые на виду. И истории, которые заставляют этих людей кланяться режиму. Вы когда-нибудь лично сталкивались с ситуацией, чтобы у кого-то из вас уже знакомы, близких, друзей были реальные обстоятельства непреодолимой силы, реальные заложники, из-за которых они вынуждены так поступать. Ну, да, в основном это очень взрослые родители зачастую. Ну, да, конечно, есть такие есть такие истории, когда сложные предлагаемые обстоятельства и почти непреодолимые. неодолимые. Ну, и потом я я-то была более-менее всё-таки подготовлена своим супругом, который намного раньше меня понял вообще, что происходит с Россией, поэтому у меня к тому моменту хотя бы была уже грин-карта и наблюдая за тем вообще, что происходит с людьми, которые из-за антивоенной позиции покинули свою страну. Я сейчас говорю, кстати, не только про Россию, но я встретилась с огромным количеством людей из Белоруссии, которые ещё в 2020 году стали уезжать и продолжают уезжать из своей страны. И, конечно, вопрос с документами это сложный вопрос. Очень. Есть такое ощущение и мнение распространённое, что есть какие-то профессии, ну, вроде журналистов, которые бы снялись и поехали в другую страну. Ну, да, они не могут репортерствовать в России просто физически, если не могут вернуться со статусом иноагента. Но как бы они в более привилегированном положении. Вот они присели, взяли трубку, клавиши компьютера и стали работать. Или вот мы сидим с вами, разговариваем, а я из Амстердама. Я стою, вы сидите, да, но я могу это делать, даже будучи иностранной агенткой и уехавшей. А вот с актёрами якобы ситуация сложнее. То есть человек не может перевести свою профессию в любое место. Так ли это? Или это алиби? Или это так люди себе подстилают, чтобы удобнее было? Нет, безусловно, есть этот страх. И, конечно, рост пропаганда максимально на это давит, что вы никому не нужны, вы умрете с голоду. Но я должна сказать, что меня окружают такие талантливые люди. Я сейчас говорю, в первую очередь именно про эмигрантов, русскоговорящих. И мы потихоньку объединяемся, я должна сказать. Это для меня новое и очень приятное чувство, поскольку я всё-таки туда-сюда уже катаюсь между Америкой, Россией, Украиной на протяжении длительного времени. И мне всегда было обидно и грустно, что мои соотечественники как-то не очень хотят объединяться. Ну и я тоже как-то сторонилась. Вот у меня своя история, у вас своя, мы здесь поодиночке берём Голливуд. А сейчас я вдруг чувствую, что мы умеем быть вместе, мы хотим быть вместе, и у нас даже чуть-чуть получается быть вместе. А как у вас устроена эмиграция, если так можно выразиться? Вы пытаетесь всё-таки ассимилировать? Хорошо, не в одиночку, брать Голливуд, пусть там с друзьями, но всё-таки вы хотите встроиться в тамошнюю жизнь или вы живёте своим землячеством? Ну, честно говоря, я достаточно такой закрытый человек. Вот у меня есть мой ближайший друг, композит Ранна Друбич и продюсер Катерина Ероцкая, это вот два моих суперблизких друга, и одна и другая уже встроились в американскую действительность, и одна и другая работают на американских проектах, и я тоже как бы стараюсь им соответствовать. Вот, ну и у меня есть моя семья, мои чудесные дети, мой прекрасный муж, в основном вот это вот мой такой безопасный кокон, но при этом у меня по работе, конечно, возникают встречи, ну не только с американцами, тем более Лос-Анджелес, такой город многонационально населённый, вот, поэтому, ну встречаешь европейцев, вообще, людей со всего мира, это на самом деле очень интересно, очень, и никто тебя не видит, вот удивительно, никто тебя не ненавидит, а наоборот интересуется вообще, что происходит и почему это произошло. Вас когда-нибудь обвиняли в том, что ваша антивоенная позиция и в каком-то смысле отстранение, как я уже говорила, от позиции семьи конъюнктурны, что вы сделали это для того, чтобы построить карьеру на Западе? я не помню, наверное, я просто в какой-то момент перестала читать комментарии, да, вот эти гадости, ну, писали, всё, что угодно, но этот пункт был в моём списке, когда ещё в марте я составляла плюсы, минусы, понимала, какой мне совершить выбор, этот, конечно, пункт был, что люди, конечно, будут об этом говорить, но если бы я знала, да, то действительно это может сработать, я бы, наверное, меньше бы думала и так переживала, но боюсь, что это не так влияет, у меня как-то так получилось, что очень рядом с CNN, с выпуском CNN я получила работу в сериале, причём играть польку, и я была абсолютно уверена, что, наверное, это вот та самая госдеповская печенька, которую я получила за выступление на CNN, я думаю, ну, наверное, как бы это моя первая и последняя работа теперь в Голливуде, и когда на третий съёмочный день ко мне подошла режиссёр Альма Хайер, прекрасная абсолютно, этого сериала, и спросила меня, Маша, ты вообще откуда взялась, ты вообще где была, ты такая классная актриса, тебе надо работать же, я ей говорю, а как вы меня нашли? Она говорит, ну, ты прислала просто классные очень пробы, и я стала сегодня гуглить тебя, и нашла только какой-то ужас про войну, этот выпуск на СНН, и я так удивилась, что оказывается это не госдеповская печенька, оказывается можно просто записать хорошие пробы и просто получить роль, ну, то есть во мне, конечно, это глубоко сидит, что как бы что-то за что-то, и что-то почему-то. Так работает пропаганда. В интервью Юрию Дудю вы говорили, что 24 февраля вы наконец поняли, я просто запомнила это такой вообще важный был момент, что у вас было долгое время ощущение, что вы как будто между двумя пропагандами. Я вообще знаю, мне кажется, много таких людей, как вы, которые чувствовали себя именно так и хотели занимать вот такую, если так можно выразиться, умеренную позицию, да, как бы не крикливую, не демшизовую, как принято было говорить, и вы говорили про то, что 24 февраля вы наконец поняли, что то, что говорит ваш муж, что очень искренне признание было, это не пропаганда, это как бы, он дело говорит. А что вас заставляло сомневаться в этом раньше? Все-таки очень близкий вам человек, которому вы верили. Ну, как бы, сейчас я понимаю, что это говорил человек, который в первых рядах снимал памятник Дзержинского в Москве, и он через все это прошел, и в нем было столько веры и любви к России, к ее светлому будущему, и его просто скрутили и отвезли в Америку, и потом года полтора он был в подростковом возрасте, прятали от него русский паспорт, чтобы он не сбежал обратно, и это всегда была его мечта вернуться в Россию, и он, собственно, вернулся в 2007 году пожить в России, наконец-то. И мы познакомились, и он очень быстро начал мне говорить «Маш, все то же самое, все то же самое, сейчас опять Дзержинского будут засовывать обратно». Его, кстати, засунгли, да, ведь поставили обратно Дзержинского в какой-то момент. Вот. Но я приезжала, я же продолжала работать в России, и когда я приезжала в Москву или просто, не знаю, в Ростов-Надону или еще куда-нибудь, и в отеле включала телевизор, ну, на меня это тоже, конечно, очень действовало, и не то, что я во все это верила, но вот эта вот позиция «все не так однозначно» со мной работала на сто процентов. Тем более, я в тот момент уже много времени проводила в Америке, и я видела своими глазами все минусы американской системы, то есть я понимала, что вот эта вот неоднозначность, она вполне себе такой серьезный, крепкий аргумент. Вот. Поэтому... Но день наступления войны как бы убрал сомнения? Ну, да. Ну, понятное дело, что сомнения, они практически уже ушли в 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, но просто у меня тогда еще была надежда, что можно все изменить. Потому что количество людей на Болотной меня сильно впечатлило, и я помню это как один из самых счастливых своих дней. Я смотрела телеканал «Дождь», помню, в прямом эфире, тогда, будучи глубоко беременной своей дочкой, муж и все друзья были на Болотной. Я, пока вы говорили о вот этом ощущении не все так однозначно, вспомнила сюжет как раз телеканала «Дождь» про актерский протест. По-моему, это было связано с тем, что защищали парня, случайно оказавшегося на площади с актерской профессией, он потом оказался человеком, который ушел воевать с Украиной, но не важно. Важно, что тогда это был очень важный прецедент, и большая очередь актерская, и прочее, прочее. И целая группа очень популярных актеров, которую снимала корреспондентка «Дождя», она смотрела на них на площади митинговые, и те чувствовали себя, вот кроме, по-моему, актера Пуали, чувствовали себя очень неуютно с выступающими политиками. Они все время хотели как-то отойти не потому, что они не смелые, они очень смело себя вели, но им интонационно казалось, что там какая-то грубоватая речь со сцены, что все так орут, что вот они хотят быть такими модными актерами, хотят быть такими свежими политиками, а не вот это все кричащее и такое очень радикальное. И я вот тогда смотрела на них и думала, что вот какой актер Паль молодец, в смысле, что он так хорошо все понимает, что они зря сторонятся. Ловили ли вы себя на той же мысли, что актеры зря сторонились и очень долго не пользовались своими возможностями, своим голосом? Ну, как, например, в Америке, да? Вы описали очень точно мою палитру чувств на Сахарова. Вот, я вышла, я стояла с мужем и достаточно быстро я стала цокать и говорить, а почему так агрессивно, ребят? Почему так агрессивно? Ну, конечно, я испытываю вину за это, просто личную ответственность за такие свои реакции. Сейчас я очень хорошо понимаю, почему Навальный так громко кричал. Я, на самом деле, задаю вам этот вопрос вовсе не потому, что хочется повесить всю вину на актеров. Просто мне казалось, в день 24 февраля, точно так же, как в день убийства Алексея Навального, все как бы немножко оглянулись по сторонам и подумали, а что они делали не так все эти годы. Я ловила это на себе, я делала это дважды, поэтому я задала этот вопрос вам. Был ли для вас убийство, день, когда вы узнали об убийстве Алексея Навального таким же важным днем, как и 24 февраля, эмоционально? Или это две разные истории, вы переживали их по-разному? Я была в Варшаве в этот момент, и я оказалась одна. Был выходной, я приехала туда сниматься в кино, и я пошла в музей польских евреев и провела там сутки. фантастический есть музей в Варшаве. Я где-то семь часов там провела, и музей стали закрывать, а я одна уже там хожу. Выхожу и вижу новость, что Алексея убили. И вот даже я хотела как-то вам это рассказать, но мне даже не получается рассказать, что со мной было в этом музее польских евреев. Я просто не могла подняться, и я поняла, что вот эта вот вера и надежда, которая стала хотя бы чуть-чуть появляться внутри меня благодаря тому, что мы делаем спектакль, или вот я продолжаю работать как актриса, вот какие-то такие вещи, за которые цепляешься, что я нашла свою сестру Милу в Харькове, что у меня есть стена из своих предков, что у меня есть мои дети. Вот всё, за что я охваталась вот эти два года, как будто оно всё распалось, и я опять одна и вообще не знаю, за что охвататься. Я почему-то была настолько уверена, что Алексей всех победит. У меня не было ни на секундочку сомнений, что его судьба будет сильно отличаться от судьбы моего прапрадеда, Зеленского, который, собственно, погиб аналогично Алексею. Поэтому, да, для меня была это прям такая личная трагедия, и прям было тяжело. Вы актриса, и вы, наверное, примеряете на себя чужие судьбы как роли, мне кажется. Я не знаю, как это работает у актёров. Мы встречались с Юлией Навальной. вы представляли себе, что вы в этой роли? Если вы понимаете мой вопрос. Ну, нет, скорее, я представляла, как будто Юля, это Миля, героиня нашей истории, жена Евгения Осиповича Зеленского. Я, скорее, на неё смотрела с таким восхищением и отстранением, не представляя, что я могла бы быть на её месте. Я бы не могла. Никогда. Мне кажется. Нет. Я поэтому ей так и восхищаюсь. Вообще, мне кажется, люди чаще всего восхищаются теми людьми, которыми они бы никогда сами не смогли стать. Вы скучаете по дому в России или по несыгранным по-русски ролям? Нет, по ролям я совершенно точно не скучаю. Я понимаю, что спектакль надежденный — это для меня просто невероятный профессиональный рост и вызов. И вообще то, как развивается моя сейчас карьера актёрская, меня более чем устраивает. ну да, нет, в моём случае это, конечно, несколько шагов вперёд. Что касается дома, нет, осталось очень немного друзей и близких, по которым я скучаю, и бабушка, и дедушка, по которым я скучаю, а так нет, уже нет. Очень многие люди, которые оставили близких в России и оказались в ситуации, в которой они не могут приехать в страну, думают о том, а что будет, если они не смогут приехать в какой-то очень важный момент. Ну вот, например, как Юлия Навальня не смогла приехать на похороны с его мужем, что невозможно уложить в голове. Задумываетесь ли вы когда-нибудь об этом и как вы решаете эту дилемму в голове? Да, конечно, я задумываюсь, задумываюсь и даже разговариваю об этом с бабушкой и дедушкой. Но у меня есть мысли приехать к ним, конечно. Моё окружение меня в этом не поддерживает. А у меня бывает так, что я так сильно начинаю скучать по дедушке и бабушке, что я думаю, ну я просто, ну возьму, просто приеду и просто сразу поеду к ним, просто неделю их пообнимаю и уеду. Бывает такое. Ну импульсивно как бы происходит. Ну я вообще сама по себе достаточно импульсивный человек. я стараюсь работать над этим. У меня это наследственное, я думаю, поэтому работать сложно. Поэтому я нестабильный человек и я не знаю, как я поступлю. Вы сами сказали о наследственности. Вы в этой встрече, в этом возвращении в Россию представляете себе место, эту минуту для встречи с вашим отцом. Он сделал большую карьеру в России. Сейчас уже больше не придумаешь. Сейчас он глава Союза театральных деятелей. Он, по сути, руководит всем театром в России, курирует его. Вы представляете себе эту встречу? И вы делите папу на вот того самого чужого человека и на рок-звезду? Я про это больше не думаю. И представить, что я сама инициирую встречу, я уже не могу. Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни. Сейчас нет. Просто он остался вот таким молодым, усатым, классным парнем, моим папой. Где-то в районе 24-25 лет. Вот пока он такой. но встречаться я пока я даже не могу себе представить ни с его стороны такой инициативы, ни с моей. Зачем? Пауза. Хотелось бы, чтобы это кино закончилось очень хорошо. Конечно бы, хотелось бы прям всех обнять, чтобы все раскладовались или хотя бы объяснили зачем, зачем был совершен этот выбор. почему все театры, прекрасные театры, в которых работают восхитительные артисты, почему все театры не уволились, не сказали мы никуда, мы не будем выходить на поклоны, мы не будем прекратить эту войну. Почему? А когда-нибудь мы получим ответ на этот вопрос и на многие другие вопросы. Спасибо огромное. Это была Маша Машкова и очень откровенные ответы на болезненные вопросы. С вами была Юля Таратута и программа «Нюансы» на телеканале «Дождь». До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok